Общероссийский народный фронт помогает МВД в борьбе с преступностью мигрантов. В Якутске прошла рабочая встреча заместителя министра внутренних дел Владимира Климова и представителей ОНФ. Стороны обсудили ход дальнейшего сотрудничества. Это еженедельные рейды в организации общественного питания, места продажи фруктов и овощей, а также строительные объекты. Как сообщили сотрудники МВД, нарушения законодательства со стороны мигрантов составляют не более 2% из числа всех преступлений. В основном иностранные граждане сами подделывают или приобретают такие документы. А для решения вопроса, касающегося так называемых резиновых квартир, необходимо совершенствование федерального законодательства. Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд совместно с полицейскими по соблюдению миграционного законодательства. Мы посмотрели, как обстоят дела на овощных базах, в кафе, так называемых узбечках, на строительных точках, автосервисах, где работают граждане, в том числе Китай и других государств. И выяснила следующая картина. Основные проблемы, они как раз касаются тем торговли и общественного питания. Очень много было таких случаев, когда мы заходим, например, в кафе или в овощную базу, и половина сотрудников начинает убегать. В общем, остаются только те, у которых документы в порядке. Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд совместно с полицейскими по соблюдению миграционного законодательства.